В Подмосковье в этом году приведут платформы на шести железнодорожных станциях к современному стандарту. Это платформа Гривна в Подольске, Вохна и Казанское в Павловском Посаде, 88-й километр в Воскресенске, Дедовск, Выстре и Дмитров. Как сообщает Минтрансподмосковье, на станциях Вохна и Казанское уже идет реконструкция платформ. После завершения работ на них откроются новые билетные кассы, появятся навесы и колонны экстренного вызова СОС, системы громкоговорящего оповещения и динамические табло, а освещение будет заменено на современное светодиодное. Для маломобильных граждан установят пандусы с нескользящим покрытием. В период проведения ремонтных работ жители и гости региона смогут осуществлять посадку и высадку на станциях на специально оборудованных временных платформах. В Московской области с начала 2024 года заготовили свыше пяти тонн донорской крови и ее компонентов. Это на 421 литр крови больше, чем за аналогичный период прошлого года. 95% донаций являются безвозмездными. В переливании крови нуждаются пострадавшие в ДТП, люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов возможно лишь благодаря донорам. Для удобства жителей, ведущие учреждения службы крови, Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14.00 по адресу город Москва, улица Металлурков, 37А. Телефон координационного центра донорства крови 8-495-305-77-00. Сдать кровь можно не только в областном центре крови, но и на выездных донорских акциях. Около 420 миллионов рублей предусмотрено в бюджете Подмосковья на выплату экстренной социальной помощи, которую можно получить раз в год. Экстренная помощь положена при возникновении трудной жизненной ситуации. Например, человек стал инвалидом, потерял работу или жилье в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия. Размеры выплат зависят от ситуации. Например, в трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до 7000 рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего до 10 тысяч рублей. В случае повреждения или утраты жилища размер выплат составит до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч на одиноко проживающего. Экстренную социальную помощь можно получить один раз в год. Услуга доступна в электронном формате и подать заявление можно из дома или с мобильного телефона.